удобно? очень вкусно, не то что удобно, а очень вкусно ребята, всем привет из МХА студии давненько мы не готовили в казане сегодня мы пройдемся по корейской кухне это будет свинина по корейски готовится будет и на гриле, и в казане в общем в три этапа, сейчас вместе разберемся, все увидите ну а для приготовления сегодняшнего вкусного блюда нам потребуется свинина, мы взяли грудинку, грудинка и реберная часть два куска взяли, в общем весом 2,5 килограмма также потребуется 2 яйца, зеленый лук, имбирь, обычный лук репчатый подсолнечное масло, бутылка соевого соуса маленькая баночка пива, соль, перец, мука и сахар ингредиенты в принципе все простые но их потребуется достаточное количество поэтому давайте начнем с того, что подготовим мясо а также хотелось бы порекомендовать вам магазин Имха Шоп, в котором вы можете приобрести товары для приготовления вкусной еды как дома, на даче, на природе настоящие узбекские казаны афганские казаны, печки под казаны шампура, настоящие японские ножи и многое другое ссылочка на Имха Шоп внизу в описании пишите или говорите, что вы от Имха Видео получите приятный бонус начнем с того, что подготовим мясо мясо заранее помыли и порежем его сейчас приблизительно ну, такой кусок на три части это грудинка, а здесь немного реберные части вот на такие вот куски режем все мясо затем мясо надо протереть хорошо влажной салфеткой чтобы убрать с него лишнюю влагу со всех сторон пропитываем влажным полотенцем промокнули мясо бумажным полотенцем теперь берем какую-то емкость и сейчас нам надо его присолить и поперчить будем использовать свежемолотый черный перец прямо так, не жалея каждый кусок перчим и солим крупной солью морской со всех сторон и крупная морская соль здесь нет, можно использовать обычную не бойтесь переборщить здесь вы не переборщите с грудинкой потом увидите почему поступаем так со всем мясом со всех сторон посолили и поперчили грудинку и оставляем ее приблизительно на час чтобы соль и перец немножко впитались внутрь мяса проникли пока грудинка у нас маринуется займемся следующим делом для этого возьмем лук зеленый отрежем вот эти вот беленькие перья они нам сейчас пригодятся и также возьмем репчатый лук разрежем его на две части и пойдем к грилю гриль мы уже разожгли пойдем гриль прогрелся готовить будем сегодня на угриле и в казане ссылочку на угриль оставим внизу в описании компания угриль обещала 7% скидку по нашему промокоду в промокод имхвидео ссылочка будет также внизу в описании кладем лук и наша задача сейчас его прям до темна зарумянить аромат уже пошел закрываем подождем пару минут перевернем даже может быть минутки прошло буквально 2-3 минуты лук подрумянился убираем его в сторонку теперь дошла очередь до грудинки надо час примерно мариновать но у нас прошло на самом деле по факту минут 40-45 решетка чистая заранее ее почистили и укладываем грудинку со всех сторон надо ее зарумянить прям до такой уверенной корочки закрываем крышку я думаю где-то по 4-5 минут но сейчас посмотрим 2-3 минутки посмотрим что там с той стороны какой жар как она жарится заглянем что у нас тут происходит с мясом можно еще смело еще столько же да нужна нам уверенная корочка поэтому еще пару минут ждем прошло еще около 2 минут и я думаю что пора перевернуть вот такая румяная корочка образовывается кайф то что надо накрываем и так же ждем около 5 минут прошло еще 5 минут грудинка у нас обжаривалась с другой стороны выкладываем ее в отдельную емкость пока что отдыхать все кусочки подрумянины горячим разожгли печку ставим казан заслонка полностью открытая кстати кто спрашивает постоянно спрашивают в комментариях на сколько литров казан наш казан на 16 литров а теперь добавляем сюда 4 литра воды у нас это 2 литровая сейчас еще одну наполним 4 литра воды литр соевого соуса не забываем что соевый соус у нас также соленый мне кажется ни одно корейское блюдо не обходится без соевого соуса они ульют везде в супы, в мясо, в рыбу, куда угодно, в салаты на каждый литр жидкости у нас получилось 4 воды и литр соевого соуса в итоге 5 литров добавляем 5 столовых ложек без горки сахара также добавляем морскую или обычную соль в 2 раза меньше чем сахара так как у нас грудинка уже соленая и соевый соус соленый поэтому 2,5 столовые ложки морской соли в нашем случае ну или одна, двадцать седьмая жменья это кому как удобней две, ну и вот так чуть-чуть еще теперь порежем имбирь вот такими вот кружочками, слайсами не знаю, кому как удобней здесь не имеет значения как его резать абсолютно отправляем его к обжаренному луку и также отправляем в казан все хорошенечко перемешаем чтобы соль с сахаром у нас растворились теперь накрываем крышкой и при полностью открытой заслонке здорово ну через часик, наверное, будет готово будешь соль такой? что-то черное да, попробуем будешь? да, попробуй да, нет, ты этот кусок бери все это имбирь ешь так она стираем а нет это имбирь вкусно? да вот, вкусно главное, это еще не готово но главное имбирек полезен все, накрываем крышкой коронавирусных, блядь, суп черный накрываем крышкой и ждем пока все это закипит прошло каких-то 5-7 минут вода у нас полностью закипела точнее бульон и мы аккуратненько закладываем сюда грудинку по жидкости угадали вообще по ингредиентам вся грудинка у нас оказалась в бульоне накрываем крышкой ждем когда закипит потом убавляем заслонку и на среднем, на умеренном кипении оставляем вариться минут на 30 прошло ровно полчаса как мы варили рульку вот на таком среднем кипении под крышкой рульку сказал оговорился грудинку, конечно же теперь вытаскиваем ее и ее надо хорошо обсушить на бумажном полотенце чтобы она стала полностью сухой красивая какая стала после соевого соуса но пока остывает грудинка мы приготовим кляр для этого будем использовать два яйца для начала для начала немножечко их взобьем перемешаем можно сказать до однородной массы до однородного состояния достаточно сразу же сюда добавляем баночку пива кляр решил делать пивной это не обязательно можно сделать на молоке или на воде мне больше нравится на пиве 0,33 баночка и у вас любого абсолютно ну светлого перемешаем немножко еще слиться постепенно добавляем муку и постоянно помешиваем должен получиться такой однородный густоватый я хочу чтобы он был немножко густой кляр чтобы он не как жидкий жидкий был тесто чтобы он не сползал у нас с грудинки а достаточно густой поэтому муки не знаю сколько сейчас уйдет пока мешаем еще немножко добавили муки вот до такого состояния такое ну как бы я не знаю как это показать как это выглядит вот такой консистенции примерно должен получиться кляр все отставляем в сторонку кляр готов казан помыли почистили заново разожгли огонь и наливаем теперь сюда масло 2 литра подсолнечного масла ждем пока масло нагреется не сильно чтобы оно не кипело в общем до такой средней температуры я думаю градусов до 180 приблизительно масло у нас практически прогрелось грудинка уже обсохло насыпали муки берем грудинку обваливаем сначала со всех сторон в муке хорошенько теперь в кляр также со всех сторон чтобы он прям так приставал к ней вот то что надо и аккуратненько сейчас наверное щипцы возьму вот о чем я говорил чтобы он не полностью стекал а вот чуть-чуть сейчас лишнее уберем и отправляем в масло пошли пузырьки можно еще немножко подождать но пока займемся вторым-третьим куском по три куска в два этапа сейчас все обжарим процедура та же самая мука кляр и в казан с маслом отличная консистенция прям то что я хотел так можно за косточку чуть-чуть подождем это разум czasie вин е все кляр начинает румяниться и постепенно переворачиваем очень хорошо кляр прилип прям то что надо практически от ничего от него не отваливается лишнее убираем просто при жарке будет вот на таком умеренном кипении будем обжаривать до золотистой корочки со всех сторон все пожарили до такой вот корочки красивый хрустящий и вытаскиваем эта партия готова еще три куска еще три куска делаем сейчас с ними то же самое также на бумажное плотенце чтоб лишний жир вот это масло все стекло но у нас сейчас самая долгожданная дегустация просто я думаю слышно этот звук хрустящей корочки ведь общая серёга подойдет ну и режем чё вот так это выглядит толще тоньше резать а то мне говорят что тонко режу я бы ел вот так вот ну и посмотрим сейчас в кляре в принципе хлеб взяли кляра не так много так что можно просто как на бутерброд еще горячая как на бутерброд и вот этот хлебный запах сейчас присутствует выглядит просто бомбезно на срезе я не знаю я думаю это видно все сочная витёк не пробовал ни разу такое мне не пробовал серёг заходи от соседи по гаражам серёгу ну я думаю ведь к вы уже видели все пробуй крабу как такой легу они видели в другом качестве берите витёк не стесняйте серёг налетай давай попробуем вообще на свинину поток это и свинюну сушну вкусно единственная соли не хватает утром не знаю чуть-чуть не хватает а вот так с кляром принципе даже хлеб не нужно конечно какой-то гречи серёг сама мужуем все собака будет суши ну вкусно вкусно надо резать дальше сейчас немножко добавить соли и перца серёг чё скажешь пару слов как удобно очень вкусно очень вкусно соченькая так что налетайте сочная внутри мяса много на всех хватит горяченькая и горяченькая единственное можно прям мягкая нет немножко все-таки все прожарено ну как я даже не знаю с чем это сравнить вот вместе с кляром ешь как пирожок какой-то в тесне мясо наверное в кляре да вот просто если пожарить что что-то в этом роде но соли конечно внутри возможно если будете готовить мне кажется соль и перец и потом оставить там на ночь можно промариноваться тогда будет все ты бросил ну-ка кушай соли и перчика добавил намного вкуснее но все ребят на этой ноте будем заканчивать видео если понравилось видео ставьте палец вверх ссылочки все внизу в описании также оставим ссылочку на инстаграм подписывайтесь там выходит stories выкладываем фотографии и то что не вошло в кадр как говорится все ссылки внизу в описании а я уже ставлю а серёга уже палец вверх поставил доклад все всем пока